Доброе утро, дорогие друзья! Итак, уже пятница, скоро шаббат, недельный главы дворим. Давайте общий итог подведем, так сказать, ситуации, которые есть, и насчет месяца, и насчет приближения к Новому году. Сейчас мы находимся в месяце Афм. Но для того, чтобы объяснить вместе, надо два слова сказать о следующем месяце еврейского календаря и Лули. Луль это финиш нашего года. Одновременно это подготовка к Рошашана, которая наступает в последний день Лула, и значение корня слова Лу, причина. Что мы получим в следующем году напрямую зависит от итогов этого года. Именно в конце года, по итогам прошлого, нам вынесут приговор на следующий год. Такая вот сложная небесная система. Итоги подводят в Луле. Лу это последняя возможность подвести, подправить что-то в году. Лу. Называется он, поэтому, месяцем Чувы. Вот. И от чего зависит причина, которая заставляет нас в Луле все-таки справляться, возвращаться? Это желание. Безусловно, вот у нас проявляется желание, что надо немедленно что-то сделать. А вот рождается это желание в месяце Аф. Главная работа этого месяца порождение желания. Почти у всех, ну, как бы, вот до 9-го ава, который произойдет буквально через несколько дней, это пост, один из самых сложных, Юрий, как емкий порван, суточные посты, после 9-го числа уже начинает просыпаться вот это желание. Надо посмотреть свою жизнь, понять, что ровно через месяц я должен, как бы, сформировать все желание что-то изменить немедленно, через месяц будут подведены итоги, которые оставят результат уже во всей моей жизни. Надо поговорить само с собой, находить время, чтобы побыть дома с родными, как-то наладить какие-то отношения. Надо поставить на весы вот это вот, наша духовность, и то, что я трачу время неизвестно на что, надо определить свой баланс и начать исправлять вот это движение. Вот, а вообще обычно после 9-го ава, после трех недель траура, возникает такое желание, что больше этого никогда не повторилось, что в последний раз. Тем более, что такая возможность есть, главное желание. Еще раз повторяю, раздел дворим всегда читают в шаббат, предшествующий 9-го ава. Это потрясающий шаббат, уникальный сейчас шаббат, шаббат видения. Шаббат, который написан в кабеле, должно быть веселье в два раза больше. В этот день мы оправдываем, вообще в сути своей 9-го ава, это не день оплакивания прошлого, а настоящего. Ведь если мы с вами, в наше время еще не построен храм, значит мы с вами живем поколение, которое его разрушило. Большой храм состоит из наших, каждый из нас имеет души, он строит свой храм в течение жизни. Вот этот большой храм, он состоит из наших маленьких храмов. И если что-то мы не достроили, представьте себе, красивое здание такого храма, и тут дырка какая-то. Оказывается, что это Вася не достроил свой внутренний храм. Надо понимать, что это все потом видно будет со стороны, очень обидно. Предшествующая вот эта суббота называется, повторяю, Шаббат Хазон, суббота видения. Написано, что душа человека в этой субботе, особенно ночью, может внутренне увидеть третий храм. Но что такое третий храм? Вечный храм. Это значит, что мы уже увидим идеальную ситуацию в своей жизни, какого-то вокруг нас ситуации. Это уникальный день, который нельзя потратить. Вообще, вот вдворим утверждается парадоксальная вещь. Истинного подъема можно добиться только если идти под гору. Высочайшие духовные победы одерживаются именно не на небесах, а в земле, когда человек, преодолевая себя, преодолевая трудности, выполняет какую-то задачу. Поэтому мы приходим в этот мир не покататься на лошади, не пролехаться на какой-то автомобиле или на карусели. А для того, чтобы, преодолевая те, действительно, серьезные испытания, которые к нам посылаются, показать силу своего духа и построить свой внутренний храм. В эту субботу принято радоваться более, чем обычно, чтобы праздничное настроение не омрачалось даже отголосками какой-то печали. Но это имеет более глубокий смысл. Суббота – это отражение будущего мира, в котором написано нам воздастся настолько, что следы всех былых проблем, печали будут стерты. Вот почему в этот день, который как-то соединен, шаббат виднее соединен с будущим, не должно быть места воспоминаниям о бедах. В эту субботу написано, мы не просто должны бежать от грусти, мы должны умножать свою радость. Вообще все следует делать радостью. Даже каяться можно радостно. Дорогие друзья, шаббат шалом, хорошие субботы, хорошего настроения и потом хорошего поста.